Всем бобра! Сегодня, наконец, я решил сделать то, что откладывал долгое время, а именно это познакомить тебя со мной. Мама назвала меня Антоном, папа был не против. На моих часах 34 года. И как я решил стать блогер? Учился я так себе. Сначала в Мурманске, потом в Волгоградской области. Но понял, что я не хочу быть в деревне, и после этого я поступил в военно-морскую школу. А недоучился почему? Потому что любил покурить после еды в туалете, куда ходят офицеры. За что? Был схвачен. Дальше я стал моряком и ходил на новую землю. Но мне что-то это тоже не зашло. Я решил, что по-быстрому я схожу в бармель. После этого два года в бармель я тоже отношился. И за это меня сослали в Хабаровск. Благодаря этому я посмотрел нашу необъятную страну, которая, наверное, еще плюсия, чем Шри-Ланка, которую ты видишь сзади меня. И я займел очень много классных друзей. После этого я ошивался, делал разные вещи. Ну, в основном я пил водку и страдал в ферме. Я стал водолазом. Я доставал корабли, разрезал их по частям на металл. Вращивал рыбу. Я ремонтировал какие-то пароходы, понтоны. Я нырял на гидроэлектростанции. Я доставал людям моторы. Я даже немножко браконьерил. Доставал ежа, доставал гребень. Я делал все, что можно было делать на земле. Только делал это под водой. Я начал путешествовать на мотоцикле. Я ездил с Мурманской в Амстердам, чтобы покурить там и посидеть на набережной, помахать людям вообще. Как они? Очень классная теория. Потом тебе про нее расскажу. Техника помахает ближнему. Расстояния для меня были не помеха. 20 тысяч километров, 8 тысяч километров. Я все это преодолевал. Ради самого момента преодоления этого пути. Но этого было мне мало. Я решил, что я могу поучиться. Я стал специалистом МЧС. Я отучился ровно 5 лет. Но это не принесло мне покоя. Во мне горит огнем, и я должен путешествовать. Я приехал на Шри-Ланку. Вот она, вся красивая. Там сзади, кстати, макаки вообще смотрят. Может быть, в конце речи они мне зааплодируют. Я открыл с другом, со своим, привет, Андрюха, кафе. Мы его построили вместе с местным, потому что здесь по-другому нельзя. Но местный оказался в Каналии, и мы остались, собственно, без денег, без бизнеса. Он вообще все равно не мое, как мне не понравилось. Но опыт был очень классный. Потом я решил, что надо заниматься тем, что у меня получается легче всего. Но делать это изо всех сил. Я люблю поорать, поорать над собой, над людьми, вместе с людьми, показать им жизнь в другой красе. Я решил, что я буду это транслировать тебе, твоим друзьям. Может быть, вы будете всей семьей меня смотреть, потому что смотреть есть на что. В общем, я буду тебя увлекать, развлекать и немножко получать. А еще со мной путешествует собака, ее зовут Манго. Вместе мы проехали с ней уже 7 тысяч километров по острову на скутере. Ты ее часто будешь видеть в кадре. И в какой-то части острова ее кто-то... Так что у нас еще будет очень много видео со щенками. Первых видео ты мог видеть, где я путешествую с девочкой-оператором. Но ее заметил Спилберг и Джон Скорсезе. И они так подрались друг с другом, что ее вовремя успела у меня выкупить компанию 20-й AirFocus. Так что теперь ты будешь видеть только мою голову, либо как я снимаю своими дрожащими руками. Если тебе понравилось это видео, жми лайк. И, кстати, я открываю новую рубрику «Передай привет». Ниже в комментариях ты можешь указать, кому бы ты хотел передать привет из твоих семьи, родственников, неважно. Я передам ему привет в эфире и отправлю открытку с изображением Шри-Ланки, которая будет сделана в новой серии. И первый привет летит, как всегда, по блату, родственникам. Я передаю привет семье Герасимову. Калек, я вас всех пятерых обнял и приподнял. Ждите от меня открытку. Люблю, целую. Полезного тебе просмотра. Всех обнял, земляне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.